Всем привет, это снова какой-то парень. 14 сентября 2002 года Оскар в позолоченной Далахое первый раз защищал титул WBC против Фернандо Свирепова Варгаса, у которого тоже была первая защита, правда, титула WBA. И у Оскара, кстати, в этом бою тренером был уже Роджер Мэй Уэзер. Понимаете, да, чем тут пахнет? Даже немного воняет. И первый раунд Оскар начал достаточно уверенно, а потом и Варгас что-то психанул, и как давай ручищами размахивать. Оскар чуть через подвал не ушел. Вообще, Далахое рискует там здоровье оставить. Варгас-то не слабый малый. Оскар всегда был этаким дрищом, который мог не слабо накидать, но на фоне Варгаса он, конечно, вообще мальчишка. Видимо, Варгас вышел прям сложить Оскара, как дрова у забора. Но пока Оскар на технике работает. Давай-давай, пока неплохо. В перерыве Оскар получил по щам от Роджера Мэй Уэзера и понял, что нужно держать дистанцию. И вот эти джебы у него, конечно, чуть забылся и нано. А Варгас грузовик прям. Проедется, потом тебя археологи только в музей соберут. А тетя Зина будет с тебя пыль вытирать. В скорости Варгас уступает, конечно, но если попадет, ласты да лохоя суперклеем склеит. Но и от Оскара я бы лично не пропускал. Там, конечно, не суперклей, но если он начнет намазывать и моментом заглеить неплохо. А держалка у Оскара далеко не бэушная. Он и не такие держал. Вот думаешь, он далеко? А он рядом, братишка. Да-да. Но это не говорит о том, что можно подойти и накидать ему форточку. Там кастинг, как в Дом-2. Хрен попадешь. Но даже если в блок прилетает, ноги домой уходят сами. Эх, Варгасу бы топор в руки. Сколько бы дров наколол. Такой бизнес пропадает. На повторе видно, что Варгас заряжается на удар. Оскар действует легче. Но да лохоя красавчик. За долю секунды до больнички уворачивается прям. Еще и отвечает. Вообще, главная ошибка Оскара, то что он уходит по прямой. Только не от Варгаса. Да в общем-то не от кого. Это как с ментами. Если увидел, лучше уйди в сторону. Ну его в задницу. Мало ли че. И концовка хоть на хлеб намазывай. Ну ладно, ладно, не обостряй, Фернандо. Вот это тут заходит. Хоть отбавляй прям. Брался, засадил. Типа я ни при чем тут, я пошел. В седьмом раунде Варгас вселился в Оскара. Видимо, это тело уже закончилось. А да лохоя все еще в домашних тапочках. Легкий, как Винстон синий. Или какой он там бывает. Ну все, походу, открылась почта по приему бандеролей. А там, видимо, за все выходные-то поднакопилось. И да лохоя уже с обеих рук марки клеит, да письма отправляет. А Варгас уже последний из тюбика выжимает. Ну и Оскар помогает уже здесь без спроса. Короче, анализ. После того, как Оскар вымотал Варгаса, который выкладывался без причины, он легко предугадывал все его действия. И даже легкое смещение в сторону сводило на нет всю атаку Варгаса. И даже если его удары достигали цели, то угрозы практически не несли. Лохоя просто ждал и работал по корпусу, что еще больше замедляло Варгаса. А Оскар продолжал заставлять его работать, при этом сам сохранял энергию на поздние раунды. Но если был момент, он включался. Варгас все равно ничего не мог предложить. Десятый раунд и Оскару иногда закидывают пельмени в кастрюлю. В ответ Оскар плющит лицо Варгасу джебом. А со сплющенным лицом тяжело драться вообще-то. Ничего ж не видно. А Оскар там уже не слабо подковыривает. Варгас уже здесь в спальном режиме. Можно уже и сказку на ночь рассказать про глубоководное погружение. Баллоны уже заряжены. Выдыхаем, друзья. Сейчас Оскар кирпичей ему в карманы наложит и отправит в глубокие воды Гудзона. Последний вдох и заплыв защита. Погружение 10 метров. 15. И у Варгаса уже баллоны немного перевешивают. А тут давление-то как у деда на стриптизе. 200 на 200. Пора выключать музыку. И Варгас уже падает не от того, что его избили, а от того, что он наставил все в первых раундах. Ну надо же было с собой немножко взять, Варгас. Ну как так-то? Пора закачивать эту вахханалию. В общем-то все. Далахой грамотно разобрал Варгаса, выиграв сразу два титула. Эпоха, которая канула в историю бокса. Всем добра, с вами был какой-то парень.